Трудное местоописание с библейским порталом Экзегет. Книга Иова. Здесь два стиха, их надо вместе рассматривать. Иов говорит о Боге. Он не человек, чтобы мне с ним тягаться, чтобы вместе нам идти на суд. Нет между нами посредника, чьи руки легли бы на обоих. Посредник ему нужен между Богом и им самим. И второе, в 17 главе, 3 стих, Иов говорит Богу. «Будь же ты моим поручителем, кто еще дашь за меня поруку». Но поручитель, здесь если буквально со мной по рукам ударит, это человек, который берет на себя определенные обязательства. Вот человек один берет кредит, а другой его поручитель он обязуется уплатить в случае, если должник не сможет сам расплатиться. Вы знаете, какая-то очень странная идея. Нужен посредник, поручитель перед Богом. И Иов сначала очень жалуется на то, что такого посредника и поручителя нет, а потом Богу говорит, ну тогда ты сам им будь. У Иова к Богу серьезные претензии. Он говорит, мир, который ты, Боже, создал, плохой. В этом мире царят угнетение, злоба, несчастье. Я отказываюсь в этом мире жить. Пожалуйста, меня как-нибудь избавь от всего этого, я не могу согласиться с этим миром. Ну ладно. Друзья говорят, это ты все грешишь, поэтому ты так разговариваешь. Давай покайся перед Богом. Иов говорит, мне не обчимкается. Но в любом случае, зачем нужен посредник и поручитель? Смотрите, Иов открыто вызывает Бога на суд. Он не человек, чтобы не с ним тягаться, чтобы вместе нам идти на суд, и жалеет, что этот суд не может состояться в силу разницы в положении. Но мы, конечно, привыкли думать о суде Божьем, о том, что Бог судит всякого человека, но вызывать Бога на суд. То есть Бог тогда оказывается на этом суде и судьей, и подсудимым, обвиняемым. Иначе кто же судья, да? Кто над ним? Есть такое прекрасное понятие теодицея, оправдание Бога. Тоже звучит немножко абсурдно, надо ли оправдывать Бога. Но получается, что надо. А причем обычно теодицея, она вся как раз крутится вокруг вопроса о несовершенстве мира. Причем не о том, что вообще что-то... В мире, знаете, не все прекрасно, но о том, что в мире происходят ужасные вещи, очевидно, мучительные, несправедливые. И как с этим связать существование всеблагового, всемудрого и всесильного Бога, об этом вся книга Иова. Но, опять-таки, теодицея, вот это такое богословское упражнение, где Бог становится объектом размышления. Не так ли? Но здесь Иов говорит, я хочу с тобой, Боже, судиться. Мне только нужен посредник или поручитель. Тот, кто будет в этом суде, на моей стороне, и кто будет отличен от тебя. Зачем? Смотрите. Если в этом суде участвуют две стороны, причем одна из них заведомо слабее другой, не просто слабее, неизмеримо слабее, то шансов выиграть у нее нет. А каким должен быть этот поручитель? Чьи руки легли бы на обоих? То есть должен быть такой посредник, который одновременно и Бог, и человек. Что-то уже знакомое начинает проблескивать из догматического богословия. Вот книга Иова, она задает один из очень мучительных вопросов, которые люди задают, всегда на самом деле задают. Если Бог всеблаг, всеведущий и всесилен, то почему есть зло? Причем, еще раз скажу, страшное зло. Там освенцам, захват детей в Беслане. Ну, такие вещи, которые просто вот ужас, да, нельзя сказать это им за грехи, потому что нет таких грехов за которые детей можно мучительно убивать. Что же с этим делать? Дальше начинается множество всяких обсуждений на тему «это свобода воли, это последствия греха, если лишить человека свободы воли, то это будет уже не человек». Ну, наверное, правильное обсуждение. Но вот этот ребенок в Беслане и всемогущий Господь, где посредник между ними? Вот где тот, кто скажет Богу, но ты же понимаешь, как этот ребенок мучается? Почему ты ничего не сделаешь, чтобы его спасти? И вот на этот вопрос у Иова ответа фактически нет. Но он есть в Новом Завете. Когда мы говорим, что Иисус Христос – Сын Божий, что Он воплотившийся Бог, зачем это нужно? Почему не сказать просто «вот пришел мудрый человек», многие так это и понимали. В исламе Иса – великий пророк, который говорит правильные вещи. Но почему важно сказать, что Он одновременно Бог и человек? И для христианской традиции это стало прямо очень важным. Это положение Никейского Первого Вселенского Собора и то, что всеми христианскими деноминациями так или иначе принимаются, а те, кто не принимают, собственно, не считаются христианами. А вот ровно потому, что эта идея посредничества, она, может быть, не дает ответ на вопрос Неодицея, почему зло, откуда зло, если Бог всеблаг, всеведущ и всесилен. Но, по крайней мере, подсказывает, что Бог это знает. Что тот, чья рука легла на Бога и на человека, то есть Христос, совместивший в себе одно и другое, он испытывает это страдание. Это отвратительное, жуткое, наглое, унизительное страдание и одновременно обладает всесилием. Почему это важно для Иова? Иов этого не дождался, да? Но почему это для него важно? Потому что любое препирательство с Богом на тему «ты же не понимаешь, что это такое», да? Вот с этого момента становится невозможным. Потому что теперь можно Богу сказать «но ты же понимаешь, что это такое». И тогда возникает именно та самая ситуация, когда Бог одновременно и посредник, и поручитель, потому что через это прошел. Поручитель, еще раз, тот, кто платит, когда кредитор не в состоянии заплатить, точнее, заимодавец, кредитор тот, кто дает кредит. Когда заимодавец не в состоянии заплатить, приходит поручитель и платит. Вот в новозаветном богословии, особенно у Павла, будет очень развита эта идея искупления, которая вот буквально так и звучит. Приходит Христос и своей смертью платит по долгам, платит за те грехи, которые люди совершили. И для того, чтобы это действительно было платежом таким, который навсегда, говорит Павел, нужно, чтобы этот поручитель был безгрешным, ну, по сути дела, чтобы он был Богом. Дальше у нас возникает целая куча вопросов, как это, неужели отцу приятно, когда сын умирает мучительной смертью на кресте, какой же это выкуп, неужели он не может так простить. Но я не уверен, что у меня есть ответ на эти вопросы, что они вообще возможны в этом мире. Но во всяком случае, вот этот вопль Иова есть я, униженный, несчастный, несправедливо обиженный, есть Бог, всеблагой, всесильный, у которого все хорошо, и между нами пропасть. Вот эта пропасть преодолевается в Новом Завете, преодолевается на Голгофе. Я не уверен, что любые словесные формулировки, которые мы можем привести, они объяснят бесланским матерям, за что убили их детей, так что они скажут, да, конечно, теперь понимаем, все правильно сделано. Я не думаю, что такое возможно, да. Но, по крайней мере, одно бесланские матери могут сказать, Господи, ты через это прошел тоже. Вот, не знаю, много это, мало ли. Но к вопросу, кстати, о датировке книги Иова. Иногда говорят, что она самая древняя, ну, потому что здесь еще даже нет Израиля, да, он не упоминает книги, вообще единственная книга Ветхого Завета, где Израиля нет. Иов, он один такой, как бы голый человек перед Богом, униженный, несчастный человек, который где-то там сидит на куче пепла и разговаривает с Богом, а еще ни Завета, ни Израиля, ни Синайя, ни скрижали, ничего нет. А другие говорят, да нет, это самая поздняя книга, там есть лингвистические причины, думать, что уже говорили по-персидски, по-арамейски где-то рядом, то есть, ну, время от персидского пляна или даже чуть позже. Но мне кажется, что самое верное доказательство того, что эта книга поздняя, именно то, что она задает вопрос, ответ на который только в Евангелии. Ну, кстати, какой ответ получает Иов от Бога, об этом мы тоже отдельно поговорим. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok